Вы смотрите очередной выпуск программы Иран. Сегодня с вами я, Фархад Ибрагимов. Здравствуйте! Всю прошлую неделю поступали тревожные сообщения из Афганистана. Конец прошлой недели ознаменовался взятием и установлением талибами своей власти в Кабуле, столице Афганистана. Это значит, что режим, именуемый Исламской Республикой Афганистан при поддержке американцев, пал. Президент Афганист сложил в себя полномочия и сбежал в неизвестном направлении. До сих пор неизвестно, точно где скрывается бывший президент Афганистана. Да и по сути это уже не важно. Талибы взяли контроль над страной, в скором времени перед нами предстанет новый Афганистан. Ну как новый? Хорошо забытый старый. Представители талибов уже заявили, это будет воссозданный Исламский Эмират Афганистан. Он уже существовал в период с 96 по 2001 года. Проявил себя более чем радикально, особенно запомнились два страшных эпизода. Жестокое убийство экс-президента Мохаммеда Наджибулы, который укрывался в здании миссии ООМ в Кабуле, а также взрывами бамианских статуй Бут, возраст которых датировался шестым веком нашей эры и собственно входили в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Естественно, радикалов это все не остановило от слова совсем, хотя этот поступок осудили все, включая Саудовскую Аравию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Иран. Собственно, почему мы начали нашу сегодняшнюю программу с этого вступления? А все потому, что исследуемый нами Иран получил еще одну головную боль, которую он не собирался получать как минимум в ближайшие годы. То есть комплекс проблем у иранцев расширяется. Еще в апреле этого года Тегеран устами главы МИДа Мохаммеда Джавада Зарифа заявил, что информирован о планах движения Талибана относительно создания Исламского Эмирата в Афганистане. Зариф тогда заявлял, что возвращение Афганистана в 90-е годы недопустимо и что план Талибов направлен на восстановление Исламского Эмирата. Однако этот план непрактичен, так единого мнения относительно этой идеи нет. Иран и страны региона не позволят Афганистану вернуться в 90-е годы, заявил тогда Зариф. При этом глава МИДа Ирана назвал уход США из Афганистана позитивным шагом. Зариф тогда заявлял, цитата, «Талибы не должны использовать эту возможность для роста насилия. Движение Талибан, не теряя времени, должно начать серьезные переговоры с афганским правительством». Отмечу, Талибан является запрещенной на территории Российской Федерации. Тогда в одном из выпусков нашей передачи мы отмечали, что вряд ли талибы готовы будут прислушаться к мнению и заявлению Тегерана. Это не в их интересах, да и отношение к иранцам у талибов неоднозначно, хоть и все они говорят на персидском языке. Ну, почти все. Что же происходит сейчас в отношениях между Ираном и Талибаном? Пока что сложно сказать, ведь талибы еще не взялись за международные отношения. Пока что можно отметить следующие события. Например, после взятия талибами Кабула появилась информация о стычках между иранскими пограничниками и талибами на границе с Афганистаном. Так, во всяком случае, сообщали несколько иранских оппозиционных новостных порталов. Через несколько часов иранское информационное государственное агентство Тасним со ссылкой на источники службы безопасности Ирана опровергло эти сообщения. По данным следствия, один член движения Талибан проник в Иран по ошибке и сегодня пограничники, разъяснив ему правила и законы, касающиеся пересечения границы, передали его другой стороне. Власти добавили и успокоили, что подобных проблем не существует и на других участках границ Ирана. И, собственно, иранно-афганская граница в целом. Кстати, отмечу, что единственный сейчас более или менее доступный для беженцев вариант – Иран. Тегерам пока границу не закрыл и заявил о готовности разместить у себя афганцев, бегущих от Талибана. Вообще, Иран наравне с Пакистаном традиционно принимает у себя больше всего афганцев – 90% от общего числа беженцев из страны, вот уже более 40 лет страдающие от непрекращающихся войн. В эти две страны бежали около 7 миллионов человек во время советского вторжения 70-89 годов. Еще одна крупная волна беженцев наблюдалась после 2001 года, когда в Афганистан вошли американские войска и их союзники. Тогда также уехали несколько миллионов человек. До Европы, в том числе Германии, добрались всего несколько десятков тысяч. То есть иранцы своих братьев по крови в беде не бросают. Это показательно. Именно поэтому пуштуны и прочие коренные народы Афганистана, хоть и исповедуют в большинстве своем суннизм, но к иранцам-шиитам относятся очень благосклонно. Помни разве что самое хорошее. Вот в минувший понедельник, 16 августа, группа афганских женщин, проживающих в Иране, собралась на площади Астане в Куме возле святыни Фатеме Маасуме, чтобы выразить протест против захвата талибами городов Афганистана. Митинг был незапланированным, соответственно не санкционированным, однако иранские власти не стали ему даже препятствовать. Наоборот, широко осветили в своих средствах массовой информации. При этом отмечу слова политолога, специалиста по Афганистану и Центральной Азии, профессора факультета международных отношений Санкт-Петербургского государства университета Александра Князева, который считает, что несмотря на противоречия талибы с иранцами ссорятся не хотят. По сути мощь иранцев осознают в регионе все, не зря и Саудовская Аравия приступила к реализации нормализации отношений. То есть талибы, понимая, что враждовать с Ираном нет смысла, попытаются сделать из него, ну если не друг, то так партнеры точно. А вот что Иран? Дело в том, что иранские власти сейчас находятся, что называется, между молотом и наковальней. С одной стороны, в народе не поймут нормализации взаимоотношений с радикалами, тем более, что Тегеран неоднократно заявлял о том, что ему нечего обсуждать с боевиками, да и все прекрасно мы понимаем, какое истинное отношение у талибов ко всему шиитскому с центром, которого и является Иран. И никакие родственные связи, национальные связи тут не помогут. С другой стороны, есть прагматика, чувства которой иранцы никогда не утрачивали. А прагматика диктует следующее. Талибы в Афганистан пришли надолго. Талибы властникам просто так не дадут. Талибы готовы сесть за стол переговоров с Ираном, потому что тоже дают себе отчет в реалиях сегодняшнего дня. Да и вообще, прогнозируемая дестабилизирующая деятельность талибов на границе с Ираном, ну в случае, если не удастся договориться, приведут к тому, что Иран столкнется с большими волнами афганских беженцев. Гораздо большими, чем это было в 80-е и нулевые. С его нынешними экономическими трудностями, серьезными проблемами вакцинации против коронавируса и летней нехваткой воды и электричества, Иран может просто не справиться с обеспечением афганских беженцев самым необходимым. На военном уровне Тегеран знает, что попытка обычной войны против талибана является достаточно серьезной ошибкой и может привести к дестабилизации и почти двух тысяч километровых границ Ирана с Афганистаном и Пакистаном. Это также может вызвать активизацию региональных антишиитских радикальных элементов. Консервативные деятели и СМИ в Иране первоначально представили довольно умеренную картину Талибана, чтобы оправдать сотрудничество с движением, но этот подход не получил большего развития. Примечательно, что высокопоставленные иранские религиозные деятели, известные Мулы и Калерикау, начали критиковать иранское правительство за попытку представить талибов в мирном свете. Кроме того, в Иране проживают более трех миллионов афганцев. Большинство из них враждебно относятся к талибам и не хотят возрождения Исламского Эмирата в Афганистане. При этом президент Ирана Сейд Ибрагим Раиси заявил, что Исламская республика сделает все возможное для обеспечения стабильности в Афганистане, назвав безопасность и процветание правом афганского народа. Так передает и новостное агентство Мерньюз. Комментируя последние события в соседней стране, Ибрагим Раиси указал на военное поражение Соединенных Штатов в регионе. Вот что сказал Раиси. Военное поражение и вывод США из Афганистана должны стать возможностью для восстановления жизни, безопасности и прочного мира в этой стране. Иран сделает все возможное для стабильности, которая является сегодня первой потребностью Афганистана и как сосед и братская страна приглашает все внутриафганские группы к достижению национального соглашения. Осознанно наблюдая за развитием событий в этой стране, Иран привержен своим добрососедским отношениям с Афганистаном. Услышать ли этот призыв Раиси талибы? Вполне возможно. Окажется ли от диалога? Сомневаемся. Представитель движения Талибан, официальный представитель Забихулла Муджахид в интервью иранскому агентству ТАСНИМ заявил, цитата, мы заверяем власти Ирана, что на территории соседнего с нами Ирана проблем не будет. Звучит многообещающе, но посмотрим, как будут обстоять дела на самом деле. Да и вообще сложно сейчас вообще что-либо прогнозировать. Мы помним прогнозы экспертов еще неделю назад о том, когда они говорили, что захват Кабула талибами в ближайшие дни, не то что месяцы, невозможно, на это потребуется как минимум 4-5 месяцев, а то и полгода. Прошло два дня и Кабул упал. Я хотел бы отметить, что единственный город в Афганистане, который сегодня не подконтролен талибам и который может причинить головную боль этой организации, является город Паншир, куда сейчас собираются все афганские военачальники, решившие не присягнуть радикалам и присягнули Ахмаду Масуду. Да, тому самому потомку, сыну Ахмадша Масуда, который был взорван еще 20 лет назад. Тем не менее, надо отметить и то, что все в Афганистане достаточно неоднозначно. Да, есть, конечно же, поддержка и в населении, есть, конечно же, и поддержка некоторых других региональных игроков, но понятно, что талибы готовы справляться и даже в одиночку, даже без поддержки. Иранцы это прекрасно понимают, иранцы осознают всю серьезность этого шага талибов. Но что делать иранцам дальше? Решать, конечно же, иранцам. В Тегеране пока что еще не понимают, как действовать дальше. Подписывайтесь, телеграм-канал Фархад Ибрагимов, Вестник Кавказа на YouTube. До следующего раза.